Негде в тридевятом царстве в тридесятом государстве жил был славный царь Додон. Метросексуал, пижон, макияж с утра наводит, дверь надолго затворя, и п***ать с утра не могут тридцать три богатыря. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Надругавшись над инсайтом, оторвали ему ноги. Вот он с просьбой о подмоге обратился к мудрецу, Дед Морозу и Скопцу. Царь такой заводит сказ. У меня есть бриф для вас, заплачу родондендронам. Вот мудрец перед Додоном встал и вынул из мешка золотого петушка. А зачем мне петушок? Убирай его в мешок. Мне бы ноги от девицы, чтоб не мучиться, не бриться, а петушка сажай на спицу. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность деви дна, нет пернатого г**бана. Вот однажды царь Додон страшным криком пробужден. Государь, проснись! Беда! Наступил дедлайн! Среда! Коль нам не поторопиться, не приклеит ног девица! Медлить нечего! Скорее! Люди на конь! Эй! Живее! Войско и идут день и ночь, навигатор и спорщик. Это был казацкий хор. А в степи горит шатер. Царь Додон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына, а в углу нога лежит. И в другом углу другая обе ноги подгорают. Бросились сыны в шатер! Старший сын одну припер, младший приволок другую! А шатер сгорел в чистую. Глядь, в степи другой шатер. Ноги царь туда попер, усмотрев на полотнище шамаханистый узор. Свой шатер приотворя, шамаханская царица тихо встретила царя. Из-под юбки втихаря, логотип ему даря. Ноги склеила с Додоном, улыбнулась. И с поклоном его за руку взяла. И в шатер свою вела. Наконец, и в путь обратный. Целиком, что так приятно. И с девицей молодой царь отправился домой. Сотня юных бойцов из Бутеновских войск. На разведку поля по стопам. Сотня юных бойцов из Бутеновских войск. На разведку поля по стопам. Всех приветствует Додон. Вдруг в толпе увидел он. В Дед Мороза шапки белой с наглой мордой загорелый. Старый друг его скопец, описклядивший в конец. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу. От такого разговора где-то жахнула аврора. Сказка-ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Когда проснутся пчелки, Тогда причешут челки, Умоются над лужицей, И по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, Кто к ним не пристает, Того они не жалят, Тому приносят мёд. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ